Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на заключительной торговой сессии этой недели. Продолжаем анализировать события, которые происходят на рынке, влияют на финансовые инструменты, ну и, соответственно, на наши инвестиционные сделки. Что важного сразу же стоит отметить как итог вчерашней торговой сессии? То, что, ну, на самом деле не все так плохо, друзья. У нас есть причины, как и раньше, ставить на рост доллар. Ну, хотя бы потому, что американская валюта сейчас действительно старается забраться повыше своих основных конкурентов. Наш с вами классический такой тандем – это доллар и японская иена. Сейчас, если говорить про котировки, это уровень 109.52. Мы немного не дотянули до сопротивления 110. Фунт растет в соответствии с нашими с вами ожиданиями. Австралиец снизился, Новозеландец – такая пресноватая динамика, но в целом тоже находится в нисходящей динамике. Разочаровывать, пожалуй, только нефть. Ну и по нефтянке стоит лишь говорить о том, что мы изначально настраивались на то, что на рынке должен появиться какой-то переломный фундаментальный трейлер для того, чтобы котировки отступили ниже. Но то, что мы остаемся зажаты в узком диапазоне, вот на макушке по бренду 70-68 долларов за баррель, ну, мы начинаем уже привыкать к этой динамике. Я думаю, что и чем больше рынок, скажем, будет топтаться на одном и том же месте, тем труднее будет его потом сдвинуть с места. Котировки на текущий момент по бренду снова вернулись в район 70 долларов за баррель. И вот вчера очень хорошее сравнение, которое мы позволили себе использовать, то, что рынок нефти находится между молотом и наковаль. Это действительно так, друзья. Здесь основа лишь акцент на то, что это самый настоящий психологический рубеж, это момент истины, когда нужно принять окончательное решение. Либо вы верите в ОПЕК, верите в то, что их усилий будет достаточно, чтобы способствовать еще большему росту цен на нефть, либо вы все-таки больше склоняетесь к пользу той аргументации, которую я использовал, о том, что на рынке есть крайне форма негативных факторов. Это рост объемов добычи нефти в США. Поэтому какой из этих фундаментов будет сильнее в итоге проявить себя, может быть, в новом формате, от этого будет зависеть в итоге, где котировки нефти откажутся. Но возвращаясь, опять же, к факторам поддержки. Это действительно только ОПЕК, это соглашение, надежда на то, что спрос и баланс восстановятся. Вот, кстати, если далеко не отходить от вчерашней торговой сессии, считается то, что основным фактором роста поддержки для нефтянки выступил прогноз от Goldman Sachs, которые позволили себе констатировать, что спрос и предложение уже фактически достигнут, благодаря усилиям ОПЕК России по снижению добычи. Они полагали то, что баланс будет достигнут, но позднее. В итоге произошло это больше, чем на полгода. Точнее, раньше, чем на полгод. И, соответственно, были пересмотрены и краткосрочные прогнозы, и долгосрочные прогнозы по нефтянке в сторону повышения. Но я не склонен доверять, собственно, таким ожиданиям, потому что, на мой взгляд, те суждения, которые они заложили в основу того, почему котировки должны расти, они точно не крепче, опять же, тех мощных аргументов, которые у нас есть по статистике США. И ОПЕК, ну, мы обсуждаем очень давно, при этом ничего не меняется, друзья. Сделка просто действует, и лишь где-то витают вот эти оптимистичные ожидания, что она в итоге сможет разогнать котировки до 80 долларов за баррель. Но, с другой стороны, есть статистика, это самые настоящие цифры, фактически то, на что и нужно опираться, принимая инвестиционные решения. Эта статистика обновляется каждую неделю. Каждую неделю у нас дополнительный повод говорить о том, что в данном случае все-таки даже молотом выступает не ОПЕК, потенциально толкает котировки в нем, а все-таки Соединенные Штаты Америки, где сланцевый бум, как маховик, продолжает распочиваться. В итоге объемы добычи уже достигли вот этих максимальных уровней, фактически с 1970 года. Я хочу напомнить вам, друзья, то, что у нас в среду был знаменательный день, потому что мы убедились в том, что американские производители все-таки логично отрабатывают увеличение числа сланцевых терминалов, потому что производство нефти снова выросло. Пусть были определенные изменения по запасам дистиллятов, нефти, бензина, но мы нашли этому объяснение. Я хочу снова сделать ставку на Соединенные Штаты Америки. Вот небольшую, скажем, тезисную статью, с которой я ознакомился буквально вчера, по поводу ожиданий по дальнейшему росту американских производителей. То, что, ну, действительно, если вы помните, с каких цифр мы начинали, ну, в целом это не важно, важно отметить то, что за год производство нефти в Штатах выросло на 1,2 миллиона баррелей. И фактически Штаты компенсировали и вернули на рынок две трети того объема, который был убран за счет действия ОПЕК и России по снижению добычи, скажем так, участников энергетического пакта. У Штатов есть цели, конкретные планы-ориентиры, и эти планы, ну, как минимум, продолжать придерживаться прежних высоких темпов нефтедобычи. По поводу себестоимости технологий сланцевого бурения, я знаю то, что многие по-прежнему считают, что себестоимости данного вида добычи нефтянки находится там выше 50 долларов за баррель. Ну вот, согласно последним данным, хотя я делился, скажем, такой информацией с вами еще полгода назад, то, что на текущий момент себестоимость сланцевого бурения в США существенно снизилась, и по официальным уже данным находится на отметке 35 долларов. Даже если WTI немного просядет, все равно будут достаточные ценовые показатели, на которых можно будет развивать сланцевый бизнес, соответственно, на которых можно будет, скажем, ожидать еще больших объемов по добыче. Соответственно, если Штаты в том же ключе, без каких-то сверхопоказателей по производству, будут наращивать примерно по 1 миллиону баррелей в год, там, из пяти и ближайших трех лет, то это создаст, скажем, перепроизводство на глобальном рынке черного золота, перенасыщение, примерно на полмиллиона баррелей в сутки. По моим подсчетам, речь идет уже о таком расхождении примерно в конце этого года, потому что Штаты реально претендуют на то, чтобы добыть в этом году примерно 1,6-1,7 миллиона баррелей. А вот что касается спроса, который был, даже пересмотрим в лучшую сторону, это показатели от Международного энергетического агентства, там как раз была отмечена цифра в 1,2 миллиона. То есть здесь оценивая то, сколько нефти будет добыто, и то, какие аппетиты будут на нефтянку, ну, вывод напрашивается сам собой, друзья. И, ну, не хочется снова делать акцент на то, что это единственный момент, который стоит использовать для оправдания коротких позиций. Возможно, кто-то из вас нашел поддержку других отчетов. Может быть, кто-то делает большую ставку на рост доллара и, соответственно, укрепление курса американской валюты, уже по логике будет приводить к снижению сырьевых инструментов. Есть идея о том, что очень сильно обвалит рынок сырьевых инструментов Китай, который в этом году разочарует всех оптимистов и очень сильно порадует пессимистов, потому что в этом году темпы экономического расширения могут снизиться с 6,7 до 6,2% за счет колоссального падения экспорта, который мы наблюдаем. Да и плюс к всему я уже делал очень большой акцент на то, насколько плохо сейчас обстоят дела, скажем, с точки зрения экономики в Китае. И мы обсуждали еще несколько недель назад, опять же, то, сколько денег на рынок поступает, к чему приводит вот эта колоссальная закредитованность и видели даже риски череды банкротств крупнейших компаний и предприятий. Ну и в конечном счете, друзья, это действительно может стать основой для более, не то чтобы более скромных показателей экономического роста, о самой настоящей жесткой посадке. И Китай, безусловно, повлияет на стоимость сырья, потому что Китай, будучи, скажем, одним из самых динамично развивающихся регионов и ключевым потребителем на товарное сырье, влияет на цены. Соответственно, причин, по которым можно ставить на ослабление нефти, очень много. Я понимаю то, что заманчиво выглядит сейчас остаться, скажем, в конве восходящего движения и пытаться, скажем, видеть более высокие горизонты по основным значениям. Но, пожалуйста, взвесьте все за и против, вы поймете то, что сейчас уж точно есть больше сигналов аргументов в пользу коррекции. Сегодня, друзья, ждем до 21.00 отчет Бейкер-Хьюз по количеству нефтиных терминалов. Вы помните, что в прошлый раз у нас их число выросло сразу же на 12 штук до 759. В случае прироста сразу можно будет автоматом говорить, что в следующую среду у нас будет также прирост по добыче больше, чем на 50 тысяч баррель по, соответственно, сутки. И, разумеется, мы сможем коснуться уже планки в 10 миллионов баррелей, которую мы, как ориентир, ждем для наших сделок, чтобы активно начать продавать нефти. И, наверное, этой цифры будет достаточно для того, чтобы убедить еще те, кто сомневается, что нефтянку нужно сейчас тащить уже вниз. Рубль 56.07 тоже, в принципе, все без изменений. Небольшое укрепление нефти, возвращение котировкам 70 долларов позволило рублю также немного окрепнуть против американца. Доллар, японская иена, вот эта валютная пара пока показывает ту динамику, на которую мы с вами настраивались, на то, что мы с вами ожидали увидеть по доллару. Действительно, очень много поддержки. Сейчас американец опирается на изменение доходности трежерис, которые отреагировали соответствующим правильным образом роста по итогам двухдневного заседания ФРС, когда есть трибины, скажем, комментарии, намеки на продолжение жесткой монетарной политики, но и новое, и в плане реакции по-иному никак не могли повлиять на доходности казначейских облигаций. В итоге у нас рост продолжился и выше 2.75. Мы практически коснулись планки в 2.8, это уже максимум за последние 4 года. По мнению регулятора, друзья, напомню, то, что инфляция постепенно будет стабилизироваться вблизи целевого ориентира в 2%. И если немного еще повариться в основных тезисах, которые мы услышали, то, что на рынке уже сейчас создаются экономические условия, которые потребуют под собой более жесткую монетарную политику. И вы помните, что даже вчера мы делали акцент на то, что в этом тезисе трейдеры увидели намек на предстоящие повышения процентной ставки, которые, скорее всего, производят уже в марте. И сейчас больше 80% вероятность таких изменений. Я думаю, что на фоне выхода вчерашних данных по индексу ISM, разгон инфляции и производственной активности, и в свете ожиданий сегодня сильного отчета по Non-Parm Pell, с вероятностью повышения ставки в марте достигнет чуть ли не 100%. И Елен, все, это история. Мы говорим о Джероми Пауле. Мы знаем то, что это, скажем, соратник Елен, который абсолютно разделяет точку зрения того, что повышение процентной ставки будет стимулировать рост зарплаты, в итоге приводить, возможно, к еще большему прогрессу на рынке труда, способствует снижению безработицы и, в конечном счете, стимулировать экономический рост. Но поспорить очень трудно с, на мой взгляд, таким предсказуемым и логичным тезисом, даже не гипотезой, потому что это то, что проверено временем. И председательство Джанет Хевин, те решения, которые принимались по росту процентных ставок, они доказали нам, что только при такой монетарной политике можно добиваться солидных показателей агресса на рынке труда. Думаю, что ситуация будет улучшаться дальше и при Джероме Пауле, потому что, по сути, мы будем говорить в его лице о политике Джанета Елен. Статистика как нельзя лучше сейчас укладывается в идею роста долларов, потому что у нас ИДП был сильный, у нас передано на фармпэрлс количество заявок на пособие по безработице 230 тысяч, 231 тысяч. То есть вы понимаете, что ниже 300 тысяч этот показатель замечательный, ниже 250 это вообще супер. АСМ производственным сектором 59.1 прогноз был 58, здесь тоже многомесячный максимум. А что касается АСМ разгон инфляции, то, по-моему, один из самых лучших, рекордных показателей по приросту, с 69 мы ушли в район 72,7. То есть все, кто следит за инфляционной составляющей, не сомневаются в том, что действительно в 2018 году инфляция все-таки найдет основания для роста, для последовательного восстановления, для того, чтобы на рынке были созданы устойчивые ожидания инфляционного роста, и чтобы индекс потребительских цен действительно начал стабилизироваться и приблизился хотя бы в цели в 2%. Сегодня нон-фармпл. С этим, в принципе, все сказано. Уровень безработицы, количество новых рабочих мест и динамика заработных плата. Посмотрите на ожидания, друзья, вы сможете лично убедиться в том, что прогнозы закладываются очень хорошие. Я думаю, что мы можем смело ориентироваться на прогнозы, к примеру, на прирост по заработным платам, в данном выражении, на 2,6%. Мы можем смело ставить на то, что количество новых рабочих мест будет близко к 200 тысячам. И, соответственно, это может потенциально простимулировать еще больше рост доходности облигаций, к примеру, до 2,9%, а может быть, даже до 3%, хотя так быстро вряд ли. С отложенным эффектом на следующей неделе, возможно, мы доберемся до этих цифр. Но этой статистике будет достаточно, чтобы пара доллара и японская и иена прорвалась выше отметки 110 и продолжила восстанавливаться. Потому что сейчас никаких претензий к доллару быть не может. Никаких, скажем, балок, которые могут вставляться в колеса. Нет. У доллара созданы хорошие условия для того, чтобы он мог расти. Ну и пора бы это уже делать. Тем более, что мы, так же, как и многие трейдеры, уже явно заждались подобной динамики. Евро немного портит, конечно же, настроение, потому что европейская валюта даже вопреки восстановлению доллара продолжает карабкаться вверх. 1,25 мы сейчас видим на наших экранах. Котировки, которые являются заоблачными, немыслимыми с точки зрения той политики, которая проводится, с точки зрения тех комментариев, которые мы слышали, с точки зрения опоры на потенциально сильный доллар, рисков, скажем, высокого обменного курса для экономики и уж тем более рисков высокого курса для показателей инфляции. Все это игнорируется. Но то, что Европейский Центральный Банк начинает уже сам переживать за то, что происходит, говорят вот периодические, внезапные, незапланированные комментарии, выступления представителей Европейского Центрального Банка. Вчера для меня было удивительно увидеть то, что, скажем, я даже не мог настроиться на речь Питера Пратта, который является главным экономистом Европейского Центрального Банка. Но вот она состоялась, и вы понимаете то, что его снова бросили в рынок, чтобы он трейдерам, которые считают, что политика будет, скажем, ужесточаться, напомнили, что это не так, и Драги дал ясно это понятие. Если кто-то сомневается, вот вам, пожалуйста, еще комментарий, что на фоне низких показателей инфляции, собственно, отсутствия высоких показателей инфляционных ожиданий, политика будет оставаться исключительно мягкой. Мы об этом слышали, но пока что эта идея не находит, скажем, отвлека в слабости евро. Возможно, друзья, все изменится, как только доллар сможет показать более существенное восходящее движение, чтобы уже никто не сравнивался, что доллар будет расти дальше. Но я не знаю, как еще оправдать возможное снижение евро, потому что с точки зрения фундамента европейская валюта должна стоить гораздо дешевле. Стоит только ждать, когда, собственно, на рынке появится этот катализатор для распродаж. Ну, возможно, статистика нового пара и потенциальный рост доллара сегодня – это один из возможных вариантов, когда европейскую валюту можно будет опустить пониже. Фунт против доллара – здесь все в соответствии с ожиданиями 1,4268. Растет даже динамичнее, чем по европейской валюте. Цели вы помните. Ждем фунт гораздо выше, при этом опираемся на любой фундамент, и все равно на любом фундаменте покупаем фунт. Вчера индекс активности в производственном секторе оказался слабее, чем значение прошлого месяца. С 56,2 мы снизились до 55,3. Но и в итоге, как я вам и говорил, при проявлении слабости национальной экономики в виде активности производственной секции хотя бы, все тут же начинают искать проблемы в потребителях. То, что потребители не вносят тот самый вклад, который они должны были вносить. И мы опять выходим с вами к тому, что ситуация не изменится до тех пор, пока инфляция находится на столь высоких значениях, на уровне 3%. Как изменить, вы знаете. Нужно ждать повышения процентной ставки. И ближайшая дата, возможно, она будет пересмотрена, это май. Также рынок не обращает внимания и на претензии, которые сейчас перед региональными выборами, которые также состоятся, собственно, весной, претензии, которые поступают в адрес Липисто Терезы Мэй. Но мы говорили уже и про эту политическую тему, отметив то, что, напротив, сейчас Тереза Мэй сделает все возможное, чтобы повысить, скажем, набрать очки популярности и уж точно зарекомендовать себя в самом лучшем свете для тех, кто считает, что, скажем, та политика, которая проводится сейчас в Англии, имеет очень много фундаментальных огрехов и неточностей. Я считаю, что Тереза Мэй – это сейчас лучшая политика, которая может быть для Англии. Считаю, что ее вектор рассуждения, мышления и то, как она ведет переговоры по Брэкзиту, достойны уважения. И думаю, что только такой подход может способствовать тому, чтобы Англия в итоге получила те условия по ростованию с Европейским Союзом, который ей необходим. Рынок криптовалют снижается, друзья. Здесь беспроглядное просто падение. Все зарядные исключения мальткоины сыпятся вниз. Динамика утручающая. Несколько десятков процентов мы теряем за очень короткие промежутки времени. Там вчерашняя торговая сессия больше 10%. Снижение продолжается и сейчас. Причины распродаж. Ну, их может быть много. Начиная от техники, качая фундаментом, который упирается в усиление регуляции, в, собственно, хакерские атаки, которые, ну, на коин-чек это крупнейший, по-моему, с краха биржи MT-GOX. Но в этот раз вроде бы дел до банкротства не дойдет. Кто-то считает, что еще одной причиной распродажа выступил запрет рекламы, собственно, криптовалютой SEO на Фейсбуке. Но, если честно, друзья, я думаю, что вряд ли этот фонд мог стать, скажем, настолько негативным для крипты, как была показана вчера динамика. Потому что, при всем уважении к Фейсбуку, все-таки, скажем, отсутствие информации там не вернет рынок в состоянии такого информационного вакуума и изолированности. Напротив, если мы сделаем акцент на то, где к этим операциям наибольший интерес, это все-таки, опять же, будет тот же самый азиатский и тихийский регион, а там мессенджеры у них свои. Тоже самое, ну, Китай, это WeChat, Южная Корея, там своя площадка, то есть они вообще как таковым Фейсбуком не интересуются и информацию получают из других источников. Поэтому, как идея, может быть, ну, скорее всего, лишь только в том случае, если она усилила основной негатив, который на рынок пришел раньше. Когда разворот, ну, наверное, уже очень скоро, потому что просадка действительно серьезная. Но если уж точно, скажем, делать ставку на какой-то серьезный прогресс и позитив, он должен прийти, скажем, по тематике, касающейся регуляции. Но вы понимаете, что даже по повесткам календаря, криптокалендаря, таких важных событий пока не предвидится, но, возможно, что-то произойдет в ближайшее время. И по австралиице еще пару слов. Мы вернулись к отметке 80. Я вам говорил то, что если даже окажемся выше, долго там не задержимся. Австралиец корректируется. Причин, опять же, много. Это низкая инфляция, которая позволяет творить в мягкой экономической политике. Скажем, почему ставки не будут повышать? Достаточно посмотреть на то, насколько сильно просел рынок кредитования. Но это глупо. На таких низких показателях еще и ставки разгонять. Сам Резервный банк Австралии уже неоднократно делал акцент на то, что вместе с Резервным банком Новой Зеландии они пока будут держаться с обняком. И, наверное, так же, как и Европейский центральный банк, первую очередную задачу видят стимулированные показатели инфляции. Только после этого можно будет говорить об изменении курса монетарной политики. Ну и Китай оказывает уже свое негативное влияние из-за резкого падения экспорта для валюты стран океания, то есть австралийцы и новозеландцы. Конечно же, основной регион по влиянию. Такой же, как и, собственно, США с долларом. По доллару тоже у нас явная тенденция, прорисовывающаяся в виде признаков разворота и последующего восстановления. В общем, продолжаем делать ставку на прежнюю идею. То, что австралийцы окажутся ниже. И вот последний прогноз от Вестпака. То, что австралийцы против доллара снизятся в ближайшие 4 месяца до отметки 0,72. Тоже, как идея, друзья. Ну и что касается основных событий, в 16.30 всеми правдами и неправдами нужно быть на рынке. Потому что non-farm payrolls, безумная волатильность, будем выкачивать поддержку для доллара и попробуем все-таки скинуть евро с отметки 1.25. 21.00 это Baker Hughes по количеству нефтяных терминалов. Ждем прироста и ждем очередной порции давления на котировки и снова отступление ниже 69 долларов за баррель. На этом все. Большое всем спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.